Как Гаспринский начал вот эту волну просвещения, образования, и как-то вот пошла такая волна в селах, джемат собирался, деньги скидывали, каждый сколько может, и строили школу. И каждая эта школа начинала учить детей. У нас был очень высокий уровень образования. Я как-то читала статистику, 1800 какой-то год. Статистика подводится по всей России. И мы в то время здесь были в подавляющем большинстве крымских катаров в этот момент. Это еще было до массовой волны оттока. И вот тогда Крым оказался чуть ли не лидером по всей России. Он уступал только Москве по уровню образования. в Москве, и то только Москва была там, видимо, где интеллигентные живут, и общее количество, среднее по Москве. И вот среднее по Москве уступало просвещенности по Крыму. Только вот та подборка среди образованных людей Москвы почему-то отдельно шла. Вот, она была на первом месте по проценту образованных людей на душу населения. И на втором месте был Крым. Вот эти школы, которые благодаря идее Гаспринского строились в селах на сельских жителей деньги, они позволили дать вот такой огромный толчок в образовании. Вы представляете, то есть Россия насколько огромная страна, и по всей этой статистике Крым лидировал по уровню образования. То есть это простые вещи, то есть не нужна государственная поддержка, не нужны какие-то капитальные инвестиции каких-то бизнесменов. Просто люди собираются, понимают, что школа в селе нужна. Да, условия, конечно, были тяжелые, там детям было холодно зимой в таких построечках, но тем не менее дети получали это образование, и эти плоды потом мы видим вот из той огромной, это, знаете, пласт такой был у нас интеллигенции, Номанчили Беджихан, Джафер Зейдамет и прочие. Вот эти детки так выросли, представляете, вот в этих вот школах, которые в селах выстроили люди за свои денежки. И еще, что меня очень поразило, это то, что Джаматва так собирался, и смотрели, кто из детей талантливые, умные. И самых-самых выбирали и отправляли в Турцию на джаматовские деньги. Вот таким образом Чубан Заде попал в Турцию на обучение. Он был очень бедный. Почему его зовут Чубан Заде? Заде вообще означает дворянский титул. А он был Чубаном, и отец его был Чубаном. Но мальчик был очень умным. И они когда посмотрели, они решили, что у этого мальчика есть потенциал, и они сказали, что он Чубан Заде уладжан. И отправили этого ребенка в Стамбул учиться. Ну, уже подростка. Вот не будь этого, не было бы великого ученого-тюрколога Чубан Заде. Представляете, вот этот один шаг, просто осознанность общества, что надо так сделать. Причем люди все скинулись, к которым этот ребенок не имел отношения. Понимаете, вот в этом селе вот так скинулись, и люди отправили его в Стамбул. И дальше человек смог раскрыть свой потенциал и смог быть полезным своему народу. Книга – это для нас, для нашего народа, это связующее звено знаний прежних поколений с новыми поколениями. У нас практически нет других источников передачи данных от одного поколения к другому. Мы теряем знающих стариков, мы, к сожалению, не имеем большой информации в общем доступе. И без книг мы очень сильно потеряем, ощутим вот эту вот нехватку информации. Потому что информация о крымских татарах, истории, язык, исследования, все наше наследие, оно все в книгах, на страницах книг. Если вот это потеряется, то я думаю, это будет, ну, какой-то трагедией, пусть это не глобальная трагедия, но все-таки, я думаю, как-то нужно сделать, чтобы этого не случилось. Может, каждый из нас что-то, хотя бы небольшие усилия, если хотя бы в год раз заглянуть в книжный магазин или что-то там посмотреть, новиночки, я думаю, этого уже будет достаточно для того, чтобы он дальше продолжал свое существование. Вы в этом окношке? Нет. Мы в этом помещении были 9 лет. Вот в прошлом году, после этих ковидных всяких процессов, в сентябре, ну, нам сообщили об очередном повышении аренды. Ну, это стало, конечно, для нас ударом, нам и так сложно было. Вот, с учетом того, что происходило в то время с ковидом, с болезнями, люди на стрессе, естественно, ну, вот, совершенно было не до книг. Тем не менее, нам приходилось держаться, потому что, ну, за всю эту аренду, независимо от обстоятельств, нужно платить. Ну, вот, в сентябре прошлого года мы уже поняли, что это просто нереально. Сколько бы там ни было энтузиазма и желания. Такое большое фасадное помещение на одной из центральных улиц. Очень сложно оплачивать, поэтому мы решили перейти в более маленькое помещение. Нам пришлось очень резко сократить ассортимент продукции. Все-таки за столько лет было очень много сил вложено в это дело, очень много усилий было потрачено на формирование этого ассортимента, на то, чтобы вообще развивалось это дело, на то, чтобы вот эту вот культуру потихонечку людям прививать, что вот есть крымско-татарский магазин, здесь есть все, можно прийти и купить на крымско-татарском языке что угодно. Не было мыслей просто взять и закрыться. Просто была необходимость просто дальше как-то выжить, дальше существовать. Поэтому мы нашли помещение более маленькое. Там аренда оказалась дешевле, естественно. Ну, в наших реалиях это единственное, что нам по силам. И мы совсем недалеко, чтобы люди как бы не теряли нас. Здесь рядышком буквально два шага теперь от нас. Многие до сих пор по старой привычке приходят, но здесь уже вместо Терджимана тут то-сё, как видите, всякое-всячное. Меня зовут Мирьем Баирова. Я являюсь администратором Терджимана Китапева. Терджимана в этом году исполняется 10 лет. И вот я уже 10 лет как веду работу Терджимана. И мы будем очень рады видеть вас здесь. Пойдемте, я покажу вам, где живут крымско-татарские книги. Такой был трепетный момент, время. Идея была интересная, но как воплотить её в жизнь было сложно, потому что не было ни складов с крымско-татарскими книгами, где можно было их просто закупить и прийти положить, разложить по полочкам. Очень сложно было, конечно, налаживать контакты с авторами, с писателями. Но со временем мы всё больше и больше пополняли ассортимент крымско-татарской литературой, уменьшая, соответственно, пропорциональный ассортимент общей классической литературы. И таким образом нам удалось в течение этих лет полностью сформировать ассортимент из крымско-татарских книг. Книжное дело сейчас в очень упадке находится в большом. И эта проблема всеобщая. Причём не только в подсоветских странах, но и во всём мире в целом. Мир переходит на другие форматы получения и передачи информации. И книги, конечно же, отходят на второй, на третий, на десятый план. И эта глобальная тенденция, она, естественно, и мы её тоже переживаем, мы её испытываем. Но с крымско-татарскими книгами всё намного сложнее. У нас есть очень много проблем, которых нет у, скажем, у других людей, у других народов или в других странах. Для нас книги — это нечто более важное, чем в понимании других людей. Потому что наш народ испытал очень большие потрясения, очень большие потери. И книги — это чуть ли не единственный источник знаний и информации о прошлом. Книги — это чуть ли не единственный источник понимания себя как части этого общества крымско-татарского. Это источник знаний относительно воспитания традиционного. В конце концов, это также... Книги являются источником крымско-татарского языка. Да, потому что основная часть нашего народа не имеет доступа к хорошему, качественному изучению крымско-татарского языка. И получается, во всех аспектах, которые мы можем только себе представить, везде нам книга очень нужна. Нужна для того, чтобы знать, кто ты, свои корни, свой язык, свою культуру, передать детям эту информацию. И поэтому потеря книг, отход от чтения книг для нас, он очень роковой, скажем. Это слишком важно для нас, для нашего народа конкретно. Так как ту судьбу, которую пришлось нам пережить, те события, они больше на долю никаких народов, я думаю, что не попали. И это, естественно, отражается и на всех последующих событиях нашей жизни. Поэтому, когда перестают люди читать книги для крымского татарина, это намного более серьезная проблема, чем для обычного человека. А вообще перестают читать? Вот у вас есть 10-летний маркер. То есть, когда вы начинали, и сегодня вы в другом помещении, то есть вы это все связываете в одно целое? Да, конечно, мы не в сказке, живем в современном мире, где все действует и работает в финансовом плане. Да, очень долгое время мы старались находиться в большом помещении, которое было бы в более видном месте. Но нам это очень тяжело давалось, потому что тенденция, вот этот спад читательной активности, он давно уже идет. И все эти годы мы чувствовали на себе этот спад. Поэтому сейчас мы в более маленьком помещении, скажем так, потому что все это обусловлено именно ценами, на аренду и прочими расходами. И, конечно, спрос так или иначе формирует предложение. Поэтому если бы читательная активность наших в Атандашларда была бы более высокой, то больше книг бы печаталось, был бы шире ассортимент, было бы содержание книг более качественным, более насыщенным. И, конечно же, это повлияло бы и на то, что, соответственно, и объемы магазина также могли бы быть больше. Но имеем, что имеем. То есть реалии таковы, что действительно читательная активность снижается. Да и у людей кажется, что много других забот, и во всех этих заботах упускается вот этот момент. Раз купив книгу, вы навсегда ею теперь сможете пользоваться. То есть это очень большой плюс именно книжного формата. То есть вы можете не бояться, что информация потеряется. Вы можете не бояться, что она изменится, отредактируется или подвергнется какой-то цензуре или еще что-то. Вот купив раз книгу и положив себе ее на полку, вы можете быть уверены, что вот эта информация у вас есть теперь на века. И вернувшись не один раз, второй раз, десятый раз, через 20 лет, через 50 лет, вы можете точно знать, что вот эта информация, она уже вам принадлежит. Она есть, можете передать ее детям. На территории России книжный бизнес вот уже который год подряд стабильно испытывает определенный кризис. И может вы замечали, что по городу закрываются просто обычные книжные магазинчики. Эта тенденция, она влияет на всех без исключения. То есть книжки, вот мы книжники уже много лет ждем, что будут какие-то государственные дотации к книжному делу. Потому что, ну, пока никаких решений не было по этому поводу. Так или иначе, весь книжный бизнес испытывает проблемы. Когда мы говорим о локально наших крымско-татарских книгах, то вот, говоря, вот если в масштабах соотносить, то это вот просто эксклюзивные издания. Но что это такое? В мире живет там 8 или сколько миллиардов человек. И тут вышла книга тиражом стоит экземпляра. Вы представляете, какая это редкость? Это вот невероятная ценная книга. Если так правде в глаза смотреть, что книга это тоже уже не дешевый продукт получается. И хорошая книга, она тоже стоит денег. Мы можем связать падение, общее падение покупательской способности человека, обычного простого человека, читающего, с этим? Да, это так. Вообще книга во все времена была не общепотребительным товаром. Книга всегда была товаром для какой-то определенной части населения, не для всех. Не все люди понимают в книге толк. Но в нашем случае есть определенные нюансы. Действительно, можно заметить, что крымско-татарские книги стоят дороже. И это обусловлено рядом факторов. И это замкнутый круг. И все начинается с того, что нас мало действительно. И среди нас читающих людей мало. Соответственно, в тираже книги печатаются небольшими тиражами. А кто немножечко в этой сфере имеет информацию, в печатании книг очень большую роль играет тираж. Чем больше тираж, тем книга становится дешевле. Причем с геометрической прогрессией. То есть если ты печатаешь 500 книг, это одна цена. Если 1000, то уже она может оказаться на 30% дешевле. Если это 5000, то она будет стоить на 50% дешевле. И если бы у нас были такие объемы, книги были бы намного дешевле. Но мы не можем позволить себе таких объемов. У нас из-за того, что покупательская способность очень низкая, авторы вынуждены печатать маленькими тиражами. То есть человек понимает, что нецелесообразно печатать больше, чем 500 экземпляров или 1000 экземпляров. Потому что такое количество это слишком большим кажется. И эта книга действительно будет долго продаваться. И поэтому авторы чаще всего печатают минимально возможный тираж, 500 штук. А это максимальная цена на издание. И поэтому имеем дорогие книги. А потому что книга дорогая, не каждый может ее позволить себе. И таким образом замыкается круг. А если мы, скажем так, посмотрим на проблему с другой стороны? Возможно, наши авторы печатают неинтересные книги. И людей просто нет желания их покупать. То есть мне кажется, что в этом вопросе есть некая манипуляция. То есть людей пытаются людей пристыдить, чтобы он купил книгу из чувства долга, чем из чувства интереса. Вот как вы думаете, есть такое манипуляция? Я думаю, что ни в коем случае так поступать нельзя. Действительно, человек должен иметь желание купить книгу. Чувство долга — это неправильное чувство. И в вопросах, когда ты берешь что-то для души, не должно быть такой мотивации. То есть да, у нас сейчас есть, к сожалению, наши издания, газеты в очень плачевном состоянии. И многие действительно подписывают соседей, подписывают друзей или по несколько экземпляров, потому что нужно поддержать, чтобы издание не закрылось. У нас есть очень много качественных, хороших изданий. Действительно. Но их очень мало. И люди, которые интересуются книгами, они приходят, сразу ее покупают. Она у них есть, но этого недостаточно, чтобы открыть все потребности человека. У нас очень много есть таких ниш, которые не заполнены. И их некому заполнить. Скажем, ну, небольшой пример приведу. Мы не стоим на месте. Растет новое поколение, и у них свои какие-то уже стандарты, свое восприятие совершенно отличное от нашего. Дети привыкли к информации в телефонах, в компьютерах. Все должно быть четко, лаконично. Для них читать монотонные параграфы из учебников — это совершенно неподходящий вариант, как можно читать книгу. У нас, к сожалению, нет книг, нет учебников крымско-татарского, которые бы отвечали запросам нашего современного, детей наших. Среднее поколение мы тоже уже более-менее привыкли к телефонному формату, привыкли к коротким лаконичным текстам, к красивому оформлению, к красивому дизайну. Нам тоже приятно было бы, например, читать книгу и учиться, в соответствии с такими критериями. Но у нас, к сожалению, пока мы не успеваем за темпами развития человечества. У нас есть книжки, отличные книжки по содержанию, но они рассчитаны на читателя прежних лет, на читателя уже более старшего возраста. Но у нас, к сожалению, нечего предложить такого классного и качественного для молодёжи. Вот в таком формате, которым бы им очень понравилось, которым бы им захотелось взять и эту чечебник, например, пройти от и до и научиться. У нас нет хорошей качественной литературы для подростков. У нас это очень большая, как бы, такая, знаете, совершенно вакуум. Есть детская литература, достаточно много, если вы обратите внимание, детских книг много. И есть много литературы, такой вот, как бы, многотомной, достаточно объёмной для взрослых людей. То есть человек уже посвободнее, например, на пенсии, он может позволить себе взять книгу, читать на 300, на 400 страниц. Но вот среднее поколение, где нам всем надо куда-то бежать, что-то делать, работать, нам сложно читать такие большие тексты. Но при этом у каждого есть желание, так или иначе, небольшое, интересное, что-то читать на крымско-татарском, чтобы развивать свою речь, чтобы пополнять словарный запас. Вот, к сожалению, сейчас у нас совершенно эта ниша пуста. То есть очень хочется, чтобы была литература для подростков, для молодых людей, такая написанная лёгким, ярким, красивым крымско-татарским языком, который бы захотел, ну, который бы человек захотел почитать, который бы заинтересовал его, и он бы хотел читать страничка за страничкой. Юздохсан, а то пусть будет Менденхидея. Ты телефоном будешь? Сейчас я тебе чек отдам, это уже важно. Я бы сказала, основное количество заказов — это наши крымские заказы. То есть доставки по Крыму в сёла. Очень часто бывает человеку сложно выбраться в город, и ездить где-то по городу не симферопольцам сложно. Находить адреса нужные. Поэтому чаще всего наши отправки по Крыму — это люди из дальних сёл, которые хотят читать, но им сложно выбираться. Наш основной контингент — это или молодые мамы с детьми, которым сложно выбраться из дома из-за того, что с детками тяжело, или же это уже взрослые люди, которым уже физически тяжело выбираться из домов и куда-то далеко ехать. Вы куда подъехали? К Пуду? Да, вот где мы виделись в прошлый раз. Буквально с 240 метров там будет поворот на Петропавловский карьер. Получается, поворот на Ленинг. Когда поступают заказы, я вот с радостью, безумно. Знаете, это ведь Крым, это Симферополь, у нас бывают такие улицы, что врагу не пожелаешь. Ну, а я доставляю бесплатно. Там вот эти книжечки детские три штучки и вот эта. Тут, смотрите, последняя книжечка. Я нашла с полки. И она немножечко выгорела на солнце, поэтому она со скидкой идёт. Чуть дешевле. Ну, не сильно, да? Не, не сильно, да. Ну, это я знаю, что она выгорела. Ну, Даня, не понимает. Сав, я вам сейчас скину. Если что, вот мой дом. Всё, ну, теперь буду ехать к вам уже. Да, Сава, у нас. Давайте, ага. У меня спят малыши. Давайте, прямо реком. Да, вот чаще всего это мамы с детками, которым очень сложно выбираться в город с детьми. И мне очень приятно, когда я доставляю таким мамам, потому что в моей жизни была такая эпоха, когда я тоже была привязана... Приятно, да, такой малой. И с детьми действительно очень сложно выбираться куда-то в город, тем более за покупками. В этом году начали работать на маркетплейсе Озон, выставили там на продажу самые ходовые, самые востребованные, на мой взгляд, книги для широкого круга читателей. Это литература об истории крымских татар, это культура наша, и это, естественно, язык. Вообще все маркетплейсы дают огромную аудиторию маленьким, скажем так, предпринимателям, маленьким магазинам. Это возможность выйти на миллионную аудиторию и, соответственно, открывает большой круг возможностей. Но, говоря непосредственно о наших книгах, а мы на Озон выставляем только наши крымско-татарские книги, то есть это наша цель, открыть возможность многомиллионной публики постсоветских стран именно доступ к крымско-татарской литературе. Заказы поступают, мы их обрабатываем, упаковываем, отправляем, получаем хорошие отзывы от наших покупателей. Но это в основном все так или иначе связаны с крымскими татарами. Или это этнические крымские татары, которые оказались где-то далеко за пределами Родины, или это члены семей крымских татар, которые непосредственно чувствуют потребность изучить больше культуру или историю своего народа. Вы не думали перейти полностью на онлайн? То есть, условно говоря, где-то хранить книги и работать полностью по заказам, по предзаказам? Вот так вот. Ну, вы знаете, в какой-то момент у нас такая даже необходимость появилась, потому что у нас много чего в Крыму происходит, и это все напрямую отражается на людях, на их эмоциональном состоянии, на их покупательные способности. И такие мысли появляются. Вот совсем закрыть, например, магазин и работать только онлайн. Но меня очень это настораживает, и я до последнего буду стараться не довести до этого, потому что все-таки основной наш контингент — это люди, которым легче вот так прийти, полистать книгу, перечитать какие-то странички, присмотреться и так купить. Книга — это духовная пища. Люди привыкли есть пищу для тела, а есть пища для ума, пища для души. И вот книги — это одно из самых таких действительно нужных человеку именно в духовном плане для развития человека. Но человек должен дойти до определенной стадии, в какой-то момент жизни он ощущает в этом потребность, и он начинает покупать и читать книги. Действительно, сейчас современно... И винить никого невозможно, и не нужно этого делать, потому что темпы жизни такие, что не каждый человек даже при большом желании может позволить себе сесть к книгу почитать. И все мы это понимаем прекрасно. Но что замечательно, то книга, она не портится, и купив её один раз, она будет ждать вас годами, пока вы к ней не вернётесь, и обязательно извлечёте пользу из неё. И в этом большая прелесть книг. По крымско-татарской литературе, именно написанной на крымско-татарском языке, у нас чуть сложнее обстоят дела. Если книг обзорных, аналитических, исторических у нас много, и они выходят периодически, то написанных на хорошем, классическом крымско-татарском языке, художественных произведений, становится всё меньше. И когда такие новиночки появляются, конечно, они как звёздочки. Я стараюсь их знакомить, эти книги с нашими покупателями. С этим у нас сложно. У нас такая ситуация сложилась, что время идёт, и наша старая школа, имея огромный опыт, огромный потенциал, талант к написанию на крымско-татарском языке, о произведении. Они, к сожалению, сейчас имеют очень большое опасение, что не смогут передать эти знания молодёжи, потому что на сейчас, к сожалению, нет таких вот ребят, девушек, которые бы взялись серьёзно за это, и продолжали бы этот жанр, художественную литературу нашу, крымско-татарскую, ну, дальше. Очень хочется, чтобы среди наших ребят появились талантливые писатели, которые, например, приняв весь опыт нашего старшего поколения и хорошо зная язык, смогли бы писать и творить дальше. Я надеюсь, что мы должны создать такие условия, чтобы такие ребята появились. А что это за условия, как вы думаете? Какие должны быть условия, чтобы появились эти авторы? Я думаю, что очень важно общение с нашими писателями, разговоры с ними. Хочу сделать литературный кружок, ну, как сделать, объявить литературный кружок и попытаться собирать молодёжь и знакомить их с нашими писателями. Потому что, как бы, я лично многих наших писателей знаю. Их, кстати, не так уж много, которые прям хорошо пишут. И им действительно есть о чём рассказать молодёжи. Но так ведь не бывает, что ты встретил писателя на дороге и говоришь, «Ой, облезь, Саха, например, расскажите мне, как вы пишете свои истории». Да, например. Это так не делается. Нужна какая-то определённая обстановка, атмосфера, где старшие смогут передать свои знания младшим. Поэтому у меня есть такая задумка, идея создания такого читательского клуба или литературного кружка, где мы смогли бы привлечь как наших мэтров, да, в своём деле, так и молодых, заинтересованных ребят и девушек, которые потенциально могли бы продолжить вот это искусство, нести дальше. Я думаю, что если будут такие встречи, где смогут наше старшее поколение делиться своим опытом, навыками, хитростями в этом деле, в этом искусстве, то, возможно, среди молодёжи также будут талантливые писатели в будущем. Наша книжная ярмарка, она даёт какое-то такое вдохновение авторам для того, чтобы писалось. Я очень рада, что у нас появилась такая традиция, очень рада тем, кто пришёл к этой идее и воплощает её в жизнь. Она действительно помогает многим нашим авторам решиться на издание книги, потому что это нелёгкое дело, и для того, чтобы напечатать всё-таки книгу, человеку нужны какие-то основания для этого. Поэтому книжная ярмарка, я знаю, что для многих авторов является как бы таким вот стимулом для того, чтобы напечатать эту книгу, чтобы выйти на определённую аудиторию, познакомить людей со своей книгой. И это замечательно, что у нас есть такое. Мы ежегодно участвуем в этой ярмарке. Это хорошее культурное, такое масштабное мероприятие, которое привлекает к себе не только прям заядлых читателей, любителей книг, но и простых обычных людей, которые, приходя и окунувшись в это общество, в этот мир, они получают какой-то заряд такой, и у них появляется интерес к книге. Поэтому я считаю, что это отличное явление в нашей культуре, в наши дни, что есть такая ярмарка, и что семьи с детьми могут приходить на это мероприятие, и что оно весело проходит. Это праздник, и оно помогает вот эту культуру общения, культуру чтения книги вот как-то внедрить среди простого населения, среди среднестатистического. Наши книжки нужны только нам, больше никому они не нужны. Вряд ли кто-то заинтересует историей крымских татар, если она нас, например, не особо так интересует. То есть, ну, пусть это больно говорить, но тем не менее, говорим уже как есть. Поэтому это большая проблема, что наши книги, они, кроме того, что выходят очень маленьким тиражом, они ориентированы на очень маленькое количество людей. То есть, да, сколько нас тысяч? Это ничего по сравнению с тем потенциалом, который может книга, в принципе, иметь. Но в этом и есть также и плюсы, что эти книги сделаны для нас. Их мало, да, но они совершенно, они имеют невероятно ценную информацию конкретно для нас. И почему бы этим не воспользоваться? Самое страшное, что у нас нет национальной идеи, которая бы нас объединяла, которая бы смогла использовать возможности каждого из нас созидательно, в нужном русле, вместе, сообщать. Это, знаете, как веник, когда его разобьешь на мелкие палочки, он совершенно не может свою функцию выполнить. Он может быть веником только когда он идет в связке все палочки. Вот я бы сказала, что мы сейчас вот такие веточки, которые никак не соберутся в одно единое целое. Нам просто надо научиться вместе действовать, сообщать и помогать друг другу. Вот отбросить все вот эти вот зависть, все вот это вот недоверие или что там еще, какие могут быть, да, черты, которые мешают любым людям, не только это нам присуще, но любым людям быть такими простительно. У них нет такой проблемы, как у нас сохранится. Нам это не простительно. Мы должны откинуть какие-то свои амбиции, какие-то вот эти вот недостатки, да, болезни сердца, как мы можем их назвать, и действовать сообща, потому что у нас очень много работы. Мы не можем просто так сложа руки сидеть. Нам надо реально действовать, чтобы сохранить язык. Уж только этого достаточно, чтобы за сущих рукава работать. Но вот даже такой фактор, он пока нас не объединяет. То ли мы не до конца понимаем, во что мы влипли и на каком этапе мы сейчас находимся. То ли людям уже вообще все равно, что там и как. Главное дожить до следующего дня. Ну, я верю, что у нас огромный потенциал есть. Вот только бы нам научиться работать вместе. Нет человека, который бы посадил всех и сказал бы, давайте мы личные амбиции оставим как-нибудь на другой раз, а вот сейчас мы дружно засучим рукава и сделаем что-то по-настоящему классное. Ну вот, я не знаю, может быть. Хотя проблема-то небольшая. Когда есть потенциал, когда есть знания, когда есть желание что-то делать для народа, единственное, чего не хватает, это вот, знаете, вот эта искра, вот эта идея или слова лидера, который бы смог зажечь желание что-то делать в сердцах людей, который бы показал путь. Давайте вот сейчас мы сделаем вот это, завтра мы сделаем вот это, а послезавтра вот это. А через 10 лет, например, у нас на повестке дня будут вот совсем другие вопросы. Ну, нет. Вы знаете, как поиск руссер. Все вроде бы есть, вроде бы пользы никакой от нас нет. В книге есть очень много таких нюансов, которые нужно, чтобы человек ее потрогал, пощупал, понюхал, да, многие люди вот сам этот книжный запах любят. И вот, я думаю, это ценно, и мы будем стараться до последнего держать оффлайн-магазин, чтобы обеспечить людям такую возможность. ... ... ... Продолжение следует...